Девушки отдыхают «Писториус, Москва пытается дестабилизировать. Минздрав ФРГ, надо подготовиться к крупным катастрофам и военным конфликтам. Захарова, деноцификация в Германии не завершена. Если немцы не изменятся, последствия будут ужасны. Медведев, они готовятся к войне с Россией. Важно осознать, где границы России сейчас и каковы они могут быть в будущем. Украина – это Россия». Конец цитат. Бывший командующий американскими силами в Европе Ходжес, Россия знает, что будет, если она прибегнет к ядерному оружию. Нужно передать все замороженные активы Украине. Не бензе. Россия подготовится к передаче Западом самолетов F-16. Китайский спецпредставитель по урегулированию Ли Хуэй во время визита в Москву раскритиковал ультиматумы Киева и Запада. Зеленский выдал сырскому карт-бланш на чистки в армии. Лавров заявил об обвале в российско-армянских отношениях и пообещал практический ответ на сближение Еревана с врагами России. В Армении назвали стратегической ошибкой ставку на Москву. МИД Франции. Возможно, наступает переломный момент. Если Россия победит, она получит треть мирового рынка пшеницы. Заработал западный запрет на покупку российских алмазов. Сейчас они продаются через Индию, где происходит огранка. Среднесуточная прокачка газа через Украину достигла максимума за два года – 42,2 млн кубов. Литва пообещала изымать автомобили с российскими номерами после 11 марта. Металлургические активы олигарха Антипова могут достаться Ростеху. Власти хотят сделать приоритетной задачей РЖД транспортировку нефти на восток, пишет коммерсант. Правительство обещает снизить кредитную нагрузку на участников СВО. Россети предложили включать в сетевые тарифы долги обанкротившихся поставщиков электроэнергии. Накопилось уже 20 млрд рублей. Бокальчук с состоянием 7,2 млрд долларов сохранила первое место в рейтинге женщин-олигархов от Forbes. Хозяин КДВ-группы «Зимний вишни» олигарх Штенгелов получил за прошлый год дивиденды в 5,6 млрд рублей. Сам он проживает в Австралии. Ассоциация блогеров просит включить их в путинскую налоговую амнистию для уличенных в дроблении бизнеса. С начала года производство всех видов алкоголя выросло на 11%. Хейли выиграла первые праймарису Трампа в Вашингтоне. Трамп назвал округ болотом. Демократы и республиканцы в Конгрессе договорились по поводу госрасходов до конца года. Это позволит избежать шатдауна. Переговоры по Украине и границе продолжаются. Financial Times из-за непринятого бюджета падают акции крупнейших подрядчиков Пентагона, хотя европейские оружейные котировки растут. Шведская пресса пишет о росте капитализации СААП на 250%. Главный акционер – семья олигархов Валенберг. Немецкая химическая корпорация Bayer пытается защититься от исков в связи с применением дефолианта Roundup. Используется в ГМО-индустрии. Химикат был разработан и распространялся американской компанией Monsanto, которую Bayer купила 8 лет назад. Теперь немцы доказывают, что Roundup безвреден. Американцы требуют от них компенсации за канцерогенность. В Китае заседают Народный консультативный совет и собрание народных представителей. Главный вопрос – экономический кризис. Обещан пакет мер для преодоления безработицы среди молодежи и поддержки частного капитала. Многие бизнесмены, члены партии, они понимают вызовы и динамику рынка. Конец цитаты. Впервые с 93-го отменена пресс-конференция председателя правительства. МИД Филиппин потребовал от Китая прекратить давление. На Гаити банды взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы. Введено чрезвычайное положение и комендантский час. После атаки хуситов в Красном море затонул сухогруз с удобрениями. Московский гиппократовский форум объявил залогом репродуктивного здоровья целомудрие до свадьбы. Священник Аксенов призвал распространять среди молодежи футболки девственности. Враг целомудрия, по мнению священников, чиновников и врачей, секс-просвет. Православный олигарх Малафеев. В пропаганде абортов виноваты советские бабушки. Молодым родителям надо обещать миллион, чтобы знакомились со словами «миллион хочешь?» Конец цитаты. Глава Ростова-на-Донула Гвиненко предложил жительнице рухнувшего дома взять новый кредит на квартиру, а старый закрыть с помощью властей. Швейцария на референдуме отвергла повышение пенсионного возраста до 66 лет, но поддержала дополнительные выплаты пенсионерам. Прокуратура Москвы не нашла нарушений в указе местного Минздрава об аудиофиксации врачебных приемов. Медклиники обязаны гарантировать конфиденциальность баз данных и локальных сетей. Вынесены приговоры трем фигурантам дела об отравлении мистером Сидром от трех до трех с половиной лет. По их вине погибли больше 40 человек. В Кургане задержан 10-летний наркокурьер с закладками карфентанила. В Качканаре рухнула крыша в гараже с машинами скорой помощи. Мосфильм к осени закончит первую картину про СВО. Иноагент Пивоваров распустил часть редакции из-за нового закона о рекламе у иноагентов. Ультраправый Маваши отчитался об антиэмигрантском рейде русской общины и северного человека в Балашихе. Участников сочинского фестиваля молодежи встретил робот Лаврентий. Создание национального футбольного симулятора взял на себя «Газпром». Совместный российско-американский экипаж улетел к МКС на корабле Crew Dragon.